Приветствую вас, друзья! Это я, Стас, канал Legacy Driver и это вторая часть проекта Subaru на компрессоре. Итак, в прошлой части я объяснил вам причины, по которым я решил установить именно компрессор на свой 3-литровый EZ30. И также непосредственно мы перешли к установке. К сожалению, первый день закончился не совсем так, как мне хотелось бы, так как мы не смогли прокачать воду по системе охлаждения компрессора. Сделали ли мы где-то ошибку или нам попалась нерабочая помпа, именно это нам предстояло выяснить во второй день. Поэтому давайте не будем медлить и перенесемся сразу же на второй день установки. РАДОН РОМАЙТЕЛЕХА СМЕТРИЛЕХА СЕР СМЕН СМЕМ СМЕХА 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 сделать наоборот насос было так а он у нас как был а я понял так получается вода снизу тяжело и подняться до сюда я понял понимаешь так ей будет легче может быть может быть а может не быть да ребята как говорится утро вечера мудренее действительно на второй день буквально за несколько минут эдик сообразил что мы установили помпу вверх ногами кстати пройди к его сервис сервис называется как studio здесь мы делаем все самые интересные проекты поэтому приезжайте делаем все от тонировки стекол и заканчивая установками компрессора и свапами моторов и также многие из вас спрашивали откуда я заказал комплект сколько он стоит и так далее ребята в описании под видео я оставлю мейл компании raptor на который вы можете написать все ваши вопросы заказать нужный вам комплект и там вам расскажут все точно сколько стоит сколько будет стоить доставка и так далее но мы продолжаем теперь мы переходим к установке дополнительной воздушной системы охлаждения как я указывал в прошлом видео версия моего компрессора специальная серии vlcbx 30r с дополнительным контуром воздушного охлаждения система включает в себя вакуумный электронасос высокого давления контроллер управления и крутилку управления мощностью насоса насос подает холодный воздух напрямую в компрессор в дополнительный контур охлаждения при помощи шланга разместить насос мы решили под компрессором возле воздушного фильтра таким образом нам не придется прокладывать слишком длинный шланг по всему моторному отсеку какой-то фильтр поставить было хорошо надо еще поискать какой диаметр у этой херни или где этот какой-то поток фильтр взять маленький да я уже понял а блин где-то все конечно не могут провода сделать меньше его рот экономит экономит к сожалению проводка данной системы очень коротко и поэтому временно лишь для первых тестов мы решили разместить контроллер и крутилку управления в моторном отсеке в будущем мы обязательно удлиним проводку и перенесем контроллер с крутилкой в салон машины а также на сам насос мы установим воздушный фильтр отлично так ну вот это у нас контроллер рачки далее мы интегрируем проводку помпы и контроллеров блок предохранителей свой комплект я заказал два шкива компрессора один шкив с более низким давлением надува в 0,5 бар для первичной настройки двигателя и обкатки компрессора а второй шкив уже для надува в 0,7 бар для окончательных настроек после того как мы все установили проверили что все исправно работает сточей после того как мы все установили и проверили что все работает мы готовы к заливке прошивки прошивку мне будет писать австралийский тюнер мэтт маклеуд именно его рекомендует производитель посылать прошивку мне будет через интернет для этого я закупился специально кабелем так трикс 2.0 open порт и установил на свой компьютер программы из ее flash и rom rider ну а пока мэтт писал мне прошивку мы решили быстренько поменять свечи свечи кстати можно на данный сетап ставить абсолютно заводские никаких проблем с этим не будет говорят subaru надо мотор поднимать мотор поднимать них а надо машину поднимать чтобы свечи поменять конечно все нормально за 40 минут в отборике можно на лежа на этом лежа на полу поэтому говорят завода только иридиум ставить не платина ничего менять раз сто тысяч и все чтобы если менять каждые 20-30 тысяч километров это конечно плеваться дорога а дорога дорога легче мотор поменять что-то нагарик нагарик немножко есть на служами то теперь придется аккуратненько на хороших а ты другу говорил даже чего этого а наводить что вот эта дырка останется открытой ну понятно что куда когда так и так прошивка от австралийского тюнера пришла подключаем компьютер к мозгам машины и заливаем на камеру первый пуск мне комментировать или сам уж давай вот так заводит тачку о по понеслась а зальем вроде прошло все удачненько ролики крутые ролики крутятся все все нормально все по датчикам база нормально гуляет но пока что уже хотя бы в районе все нормально будем проверять ну что ж прошивка залита машина заведена смесь на холостых в порядке мы немного при украшаем машину к первому выезду я уже в предвкушении навалить ну что вроде как бы все нормально машина на холостых работает нормально смесь хорошая ничего не троит ничего не горит первый выезд я в предвкушении включаю первую передачу жму тапку в пол и тут происходит вот это смесь начинает дико бедница после примерно трех четырех тысяч оборотов еду еще заезд точно так же смесь дико беднит возвращаясь сразу же в сервис проверяем все ли мы подключили правильно клапан blow-off все ли правильно подключено в системе впуска вроде да посылаем все эти данные мэтту он смотрит да действительно есть какая-то проблема мэтт посылает мне вторую прошивку я ее также заливаю также выезжаю и также на всех передачах у меня дико беднит смесь после трех тысяч оборотов что именно происходит мэтт пока что не понимает мы не понимаем никто не понимает что происходит еще раз все проверяем все подключено верно прошивка залито правильно все хорошо довольно таки быстро выяснилось то что по какой-то неизвестной причине маф сенсор ограничивал мощность в определенный момент он просто обрубал подачу топлива почему это происходило непонятно маф сенсор мы проверили он был полностью рабочий мэтт проверял в чем была проблема в это время он прям посылал еще другие прошивки которые бы пытались компенсировать вот эту вот бедную смесь в общем мэтт со своим другом сидели довольно таки долго просматривая все коды рассматривая все прошивки что вы именно происходит и вдруг они приходят к такому интересному выводу он со мной связывается говорит послушай завтра утром я тебе пошлю прошивку но ты должен будешь сделать следующее поехала дачка сейчас слушай она полетела у тебя дорогие друзья и новые подписчики пока я буду монтировать новое видео советую вам ознакомиться с предыдущим контентом моего канала здесь вы найдете немало видео посвященных тюнингу кольцевым заездом и покатушкам по горным серпантином желаю вам добра и увидимся в следующем видео